Привет, это Просвет, я Анна Немалякина. Самые крутые новости и тренды шоу-бизнеса России и Азербайджана за эту неделю. Смотрим в этом выпуске. Битва за Европу. Кто представит Россию на Евровидении? Не взяли в песни. Известные азербайджанцы рассказали о провале кастинга. И кто кого перепоет? Агутин и Джонни поменялись хитами. Кстати, ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые. На минувшей неделе в сети появились слухи о том, что 18-летняя звезда шоу «Ты супер» и «Show must go on» Диана Анкундинова может представить Россию на Евровидении 2022, которая пройдет в Италии. У Дианы необычный запоминающийся голос, мощный с низким тембром, что выглядит очень выигрышно и, вполне возможно, позволит покорить европейскую публику. Сообщалось, что кандидатура Анкундиновой продвигает генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн. Сама же Анкундинова информацию о том, что она будет отбираться на Евровидении, опровергла. Я не знаю, откуда у СМИ появилась такая информация. Наверное, лучше взять комментарий у того, кто это первым разместил, так как он осведомлен больше, чем я. Кстати, в сети появилась информация, что Анкундинова наполовину азербайджанка, однако позже Диана с ней также не согласилась, отметив, что ее мама и папа русские. Кроме того, среди тех, кто потенциально может представить Россию на Евровидении, звучат имена Александра Панайотова и Клавы Коки, Дани Милохина и Егора Крида. Решение о том, кто поедет от страны на Евровидение, должно принять руководство телеканала «Россия», который получил право транслировать конкурс в этом году. Кандидат может быть выбран путем закрытого голосования Оргкомитета и национальным отбором в прямом эфире. В прошлом году первый канал пошел по компромиссному пути. Кандидатов выбрали в прямом эфире путем внутреннего голосования. В результате на канал обрушилась масса критики, а выбранная участницей страны и на Евровидении певица Манижа подверглась огромной волне хейта. Модель, бывшая жена Эмина Галарова, намекнула подписчикам, что воссоединилась с исполнителем. Так Гаврилова опубликовала кусочек клипа, по сюжету которого она, Эмин и их общая дочка Афина встречают вместе Новый год. Алена пожелала фолловерам тепла в Новом году. В свою очередь подписчики начали поздравлять пару с воссоединением. Речь идет о новом клипе Агаларова под названием «31-12», который Эмин представил своим слушателям в пятницу. Мне хочется всем пожелать счастья, гармонии и любви в Новом году. Пусть это видео вызывает у каждого зрителя самые теплые и радостные эмоции. Очевидно, таким необычным способом Эмин и Алена сообщили, что они снова вместе и счастливы воспитывать четырехлетнюю дочку. Слухи о том, что пара снова вместе появилась еще летом, когда оказалось, что Эмин и Алена вместе отдыхают в Баку. Осенью и зимой они стали вместе появляться на мероприятиях, правда, не афишировали свое воссоединение. Напомним, пара сыграла роскошную свадьбу летом 2018 года. О расставании пара объявила в мае 2020. У них есть общая дочь Афина, рожденная в 2018 году. Сона Азизова из Азербайджана заняла пятое место на детском Евровидении. Победу на конкурсе в Париже одержала представительница Армении Малена. В сети распространилось видео, снятое за кулисами конкурса, в котором Сона поздравила Малену с победой, за что армянская участница поблагодарила представительницу Азербайджана. Говоря о поздравлении Соны после победы в конкурсе, Малена рассказала, что раньше не говорила с представительницей Азербайджана. Девочки не общались, но, по словам Малены, ей было приятно такое внимание. Пользователи в сети порадовались за девочек, отметив, что Сона проявила настоящее дружелюбие. Участник рэп-дуэта Дхам Алим Александр Алиев рассказал в Instagram Stories о том, что в свое время он с Новоим, Новоибакировым, пытались пробиться в популярный проект. Дело в том, что в 2017 году рэперы участвовали в отборочном туре шоу-песни, но так и не прошли в него. А так, спустя всего год, произошел творческий взлет артистов с выходом альбома Дженави, в который вошел мега-хит «Пустите меня на танцпол», после чего рэперы продолжили и продолжают выпускать коммерчески успешные треки. Мы здесь для чего? Для того, чтобы двигаться, двигаться! Руки, воздух, все вместе! Напомним, что самой популярной песней 2021 года в России по версиям Apple Music, Яндекс.Музыка и VK.Музыка также стал мега-хидоэта Хам Алина Ваим «Птичка». Добавим, что победителем первого сезона шоу-песни и обладателем главного приза стал Терри – Олег Терновой, у которого, кстати, тоже есть азербайджанские корни. Приехав на фестиваль «Жара» в Баку в 2019 году, Терновой рассказал, что впервые приехал на родину своей мамы Лейлы. Она азербайджанка, а папа – музыканта русский. Терновой признался, что Баку он хотел увидеть всегда. Леонид Агутин сделал кавер-версии нескольких песен своего молодого коллеги Джонни «Ты беспощадна» и «Комета». А Джонни, в свою очередь, представил версию хита Агутина «На сиреневой луне», которая получилась минорной и в корне отличной от оригинала. Полное шоу с артистами вышло на канале «Студия 69». Рассказывая о проекте в Инстаграм, Леонид Агутин отметил следующее. Я очень рад, что меня пригласили и что мы договорились спеть песни друг друга. Было интересно пообщаться с этим творческим и искренним парнем, сделать свою версию его популярного трека и даже ни одного, а также услышать версию одной из лучших моих песен. Субтитры создавал DimaTorzok Ты беспощадна, когда нарядно Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем Все мои раны, твоя награда Мы не вдвоем, мы не вдвоем, мы не вдвоем Ты беспощадна, когда нарядно Вот уже несколько лет в сети идут споры о том, нужно ли стимать голубые огоньки на Новый год. Мнение зрителей разделилось. Одних все устраивает, другие устали от однообразных музыкальных номеров. И вот в прошлом году экраны покорило шоу «Чао-2020» Ивана Урганта с популярными представителями российского шоу-бизнеса в роли звезд итальянской эстрады 80-х. В этом году вечерний Ургант решил не бросать тему Италии и в Новый год на Первом канале выйдет вторая часть шоу «Чао-2021». Субтитры создавал DimaTorzok А вот новогодний эфир на канале «Россия» начнется с парада звезд, вести который будут Николай Басков и Андрей Малахов. А после того, как куранты пробьют 12, на России начнется голубой огонек на Шаболовке. А на НТВ можно будет посмотреть новогодний мюзикл. В позапрошлом году канал снял сказку «Тысяча и одна ночь» или «Территория любви». А в этом новогодний мюзикл с Зарой в образе Белоснежки, Викторией Дайнека в роли Царевны Несмеяны, а также Славой в образе Бабы-Яги. Как и два года назад, артисты будут исполнять песни на стихии бизнесмена и поэта Михаила Гуцериева. На сегодня это все. Еще больше информации на нашем сайте, адрес на экране. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!